всем привет времени суток у меня собралась небольшая такая коллекция излишек своих растений хочу вам предложить может кому-то что-то и приглянется кто-то захочет такие растения завести у себя в коллекции но прежде чем я начну рассказывать какие у него продажи растений хочу сказать вам просьба не обижаться на меня ни на какие картины ни на какие продукты питания я свои растения не меняю потому что я хочу на место этих растений приобрести себе новое растение а обменяю на ваши чеканки какие-то или еще на что-то я просто не смогу себе купить новое растение так что просьба меня простить и понять вот хочу показать вам вот в продаже есть такая красивая растение ктенанта этот сорт очень-очень неприхотлив он растет при любых мне кажется условиях вот только нельзя она не любит яркое палящее солнце а так полутени может спокойно себя расти чувствовать вот она пересажена в свежую почву кто захочет может себе пересадить любит и такой знаете горшок кашпо невысокая широкая и они разрастаются такой картинкой очень-очень красивое растение вот здесь у меня вот такое растение называется она называется она была ладно потом потом здесь есть у меня исхинантус скальный вот он хорошо пошел в рост есть у него корешочки вот смотрите вот корневая система отличная вот хочу сказать это очень-очень редкий вид эсхинантуса так что соответственно и цена у него редкая мне кажется вот кто хочет за ними такое растение может покупать спокойно она очень красивая цветет она сиреневыми цветочками вот очень неприхотливая это растение у меня называется свинчатка свинчатка очень красивая очень она охотно зацветает таким голубым облаком очень красиво мне очень она нравится где у нас корешки вот корешочки видите сейчас на виду вот видите корневая система у нее такая видите слабенькая волосики видео такие вот так что но хорошо укорененное это комнатное растение есть еще вот такая вот у меня биония ларда лорен это комнатное растение не путайте ее с бегу не вечно цветущей которая цветет на улице растет это комнатное растение очень обильно цветет очень обильно цветет еще называют ее розовый водопад очень она мне нравится давно она у меня есть еще с белыми цветочками но у меня пока нету пока так есть вот такое растение колумния хируста она отличается от всех колумней своим цветением она цветет как ромашка все знаете они остальные колумнеи цветут как дракончики это как ромашка очень-очень тоже редкое растение но не такое редкое как исхинантус скальный вот такое растение здесь тоже корневая система очень у нее тоненькая где-то я видела где-то она просматривается поверьте на слово на хорошо укоренена это растение есть еще крассандра самая красивая из всех крассандр это оранжевая поверьте на словом не побывало много много крассандр и это очень 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 красиво цветет вот такой здоровый череночек листья блестящие смотрите какая корневая система у него вы пересадите и в этом году уже она будет вас радовать цветение есть такое растение калифа калифа называется еще листья хвостик в народе очень красивое растение она цветет такими большими хвостиками их и сказала они такого красноватого цвета очень красивое необычное растение вот видите смотрите какая корневая система очень хорошо очень хорошо укорененное растение это вот гранат гранат на на который растет квартире в доме можно и на улицу его вы это выносить материнское растение уже цветет но это пока еще не цветет но поверьте на слово всему свое время и он обязательно зацветет и есть вот такое большое растение у меня это хоя бела хоя бела уже наращивает вот видите вот цветочные как свои почки или цветочки вот она скоро зацветет кто-то спрашивал почему не цветет хоя у них ну не знаю может быть нужно покупать уже цветущие растения или хотя бы чтобы материнское растение вы видели шоном процвело я не знаю у меня все цветет все черенки все растения цветут единственное знаете что я могу не гарантировать если вот хою переслать она может конечно потерять свои цветочки но потом со временем она акклиматизируется и снова нарастить цветочные почки и будет цвести где-то у меня на видео есть она очень очень обильно цветет и подвесила в такое кашпо подвесное и очень-очень красиво поверьте смотрится она даже еще и пахнет ну не так прям слишком аромат такой насыщенный но но пахнет вот и мы возвращаемся снова к нашему этому растению и как же оно называется я не помню ну в общем кого заинтересовало напишите мне мне нравится что это растение не требует ни почвы ни вазона единственное любит влажный воздух особенно знаете когда хорошо его поставить возле увлажнителя тогда ему вообще очень-очень комфортно и он наращивает такие длинные плети и они когда влага пересыхает она не то что пересыхает а вот высушивается немножко растения она стоит таким седые седые волосы такие с голубизной даже очень красивое очень красивое растение я знаете напишу потом в комментарии как она называется ну вот вылетела с головы и все вот а еще еще хочу продать вам вот такое свое большое растение растение это называется табернимонтана вот такая она огромная красивая вот даже есть бутончики она будет свисти ей дайте немножко солнышко и она будет вас свисти постоянно уберете солнышко она как бы знаете как бы засыпает или немножко обижается что их убрали солнышко и она перестает наращивать свои вот бутончики но вы его и и поставите на солнышко только знаете она любит утренние не палящие а утренние ауда обедное солнце и она вам вас будет раздавать такими красивыми белыми розочками очень красивое растение мне очень она нравится это растение большое она тоже в продаже все всем кому понравилось мое видео просьба поставить лайк кто не подписывал на мой канал подписывайтесь и конечно покупайте мои растения потому что я хочу себе новое растение все всем всего доброго мира добра пока пока